В этом видео мы выезжаем в туннель и будем разбирать страшное-страшное слова Mort, то есть смерть Помните о смерти Memento Mori Что это за выражение, интересно? Мы его потребляем для чего? Как ты думаешь, Кейт? Ну, чтобы больше находиться в контакте с реальностью, я бы сказала Ага, то есть помня о смерти мы больше находимся в реальности, да? Да, для меня да Окей Но в таком страшном вот в темноте прямо мы вспомнили о смерти и когда вот мы говорим о местах в котором собственно и хранятся вот эти вот люди после смерти это Mortuary А то что с ними сделают то есть вскрытие это Host Mortem Host это значит после Ну, Post Mortem ещё это зачастую например, когда произошла какая-то ошибка Да, да ну вот например в программном обеспечении или я думаю, что в инженерном опыте или то же самое случилось что-то, какая-то вот не знаю, пост поклонился или ещё какая-то неприятность люди исправляют проблему потом и пишут, так называют, Post Mortem то есть документ который описывает собственно что произошло почему, как так получилось, что нужно делать, чтобы такого не повторялось это называется Post Mortem то есть такой вот report после проблемы да после её решения уже пишут Post Mortem вот я здесь справился так до так ну решение тоже, да? решение, но важнейшая штука это именно объяснение причин как можно предотвратить да то есть такой анализ ну например, где это было полезно когда только начиналась авиация большое количество самолётов падало проводились исследования ну из результатов которые выяснили, что самолёты падали из-за того, что у них были квадратные окна и на уголки этих окон приходилось очень большое давление и множество трещин и повреждений приходились именно на эту часть пропуса и поэтому сейчас производят самолёты с круглыми окнами, потому что нагрузка распределяется более-менее равномерно по анимету вау, это просто это очень, как вам очень важная информация и да, вот я сам немножко speechless то есть у меня захватывает дух и всё же я комментирую этот момент когда когда я первый раз еду по Golden Gate Bridge да, Golden Gate Bridge и а вы, ребята, были уже здесь? пару раз пару раз вау, ну это очень круто и вот все эти люди зачем они стоят здесь как вы думаете? турысты да, ну нужно быть очень внимательным потому что можно спалиться и упс и тем самым повысится mortality rate ну это сложно ну и кстати этот мост это просто самоубийцы многие тут приходят снимают мотинки и прыгают вниз а почему снимают мотинки? традиция мотинки то есть здесь традиция самоубийц ну из того что я слышал да ну чтобы обозначить что здесь собственно утопленник был а то прыгнул и все и никто не знает изгибиционист практически интересно да ну да вот как mortality rate это значит уровень смертности окей следующее слово оно тут тоже из грустных moribund вот это слово moribund уже отходит то есть в принципе его уже очень мало где употребляют то есть ну максимум в каких-то очень продвинутых текстах по reading TOEFL или SAT moribund это значит умирающий отживающий свой век возможно с каким-то старым таким obsolete то есть таким уже устаревшим оборудованным софтом или там это тоже употребляется но я не встречал только в таких вот каких-то специализированных академических текстах moribund умирающий уходящий но следующее слово оно наоборот указывает на что-то новое обновление это слово amortize и оно вот Russian speakers нам с вами которые в основном по-русски говорят друг с другом мы его знаем с точки зрения вот амортизации вот в машинах вы знаете вот можете объяснить что такое амортизация? не так просто не ну это пружины которые позволяют если машина едет в планированной местности в салоне уменьшить производить укачивание ага то есть чтобы меньше был вот у мягче ну мягче да да чтобы не умерли ну совсем чтобы ну да это я уже специально так ну провокационно сказал amortize по-русски может быть также погашать допустим выплачивать кредит полностью amortize the loan какой-то вот взяли loan в банке и его погасили то есть можете сказать что I amortize it дальше амортизировать выкупать что-то то есть ну вот выкупать дом то есть когда до тех пор пока вы не выплатили все платежи там допустим за дом вот он ещё не совсем ваш а ещё банка а после того как вы выплатили то есть I amortize it и также конечно же я уже употребил слово mortgage но по-русски ну не употребил даже а сказал слово mortgage это значит ипотека ипотека да действительно вот видите даже ну неважно где вы учите английский но слово ипотека нужно знать потому что ну что ещё важнее нашей жизни чем а нас там и Key а а и и